Она здесь, со мной, и я хочу То есть у тебя не тикает постоянно в голове Привет! Короче, выбрал я, наверное, самую нетипичную камеру для туристических поездок, которую только можно было придумать И вот она здесь, со мной, и я хочу немножко рассказать, почему так случилось и пожалел ли я Ну, во-первых, почему, ты знаешь, наверное, если ты смотрел последнее видео, Olympus у меня разбился Восстановление будет чуть-чуть дальше, а сейчас пришлось брать то, что есть, что было нужно Нужен был быстрый автофокус, нужен был универсальный зум-объектив И из этого у меня был вот этот Nikon 35-70, 33-34-5, достаточно светлый универсальный зум Ну и раз у Nikon, то я взял то, что называется уже можно брать с собой на туристические поездки Nikon D80 Камера хорошая, ее однозначно хватает для большинства задач, которые ставятся для таких съемок И вот так сейчас это все выглядит Единственное, что еще тут батарейная ручка, поэтому он еще больше, чем он мог бы быть Но вот зеркалка на отдыхе Каково это, хорошо это или плохо, сегодня будем разбираться Зеркалка, особенно зеркалка Nikon, имеет просто обалденный плюс Это использование энергии Она использует батарею очень-очень-очень экономно Даже если ее не выключать, он уходит в режим сна и практически ничего не потребляет Месяцами может лежать включенным и ничего не произойдет И естественно, когда ты сравниваешь это с системной камерой, то это просто небо и земля У тебя светлый, хороший видоискатель реального времени У тебя ничего не тормозит, ты все видишь, ты все снимаешь Ты все снимаешь так, как оно есть Для конкретно этой зеркалки проблема это ISO Конечно, если бы ISO рабочее было 1200-1600, сколько там, 2500 То было бы лучше Но на сегодняшний момент этого не хватает Но на таком ярком солнце снимать с такой камерой вообще никаких проблем нет Объем Все равно берешь рюкзак То есть по большому счету она мне нигде не жмет, не давит Она лежит в рюкзаке Да, вот такая большая В принципе, достаточно легкая и с ней можно работать Если сравнивать, допустим, с какой-нибудь Sony Alpha 7 То, наверное, можно было бы взять и Sony Но, опять же, Sony жрет батарейки А эта штука батарейки экономит А на отдыхе, когда ты долго где-то ходишь, много фотографируешь Это уже существенная разница У тебя ничего не подсвечивается Дисплея в видоискателе нету Практически батарейка расходуется только на взвод затвора Спуск, запись, изображение Просто идеально Вот в таком аскетичном, можно сказать, режиме она и работает И меня это устраивает Ну вот, я отнимал трое суток этим фотоаппаратом Конкретно на отдыхе Почему интересно было? Интересно было, как он ведет себя именно на отдыхе Это немножко другой режим фотосъемок Поэтому давай разбираться По объективу Объективом я доволен Это у нас Nikar 3570 Получается вроде как двукратный зум И 3,3, 4,5 Достаточно светлый На 70 мм 4,5 это хорошо Дальше по объему Объем меня здесь нисколько не смущает Даже, видишь, не снимал Ручку лежит в рюкзаке Когда нужно, достается И все хорошо Никаких проблем с этим нету Поэтому, когда тебе нужно снимать что-то достаточно активно Он висит, опять же, на ремне Не очень тяжелый В общем, все нормально В основном снимаем мы здесь В светлое время суток Поэтому по ISO этого Nikon Старенького Nikon 80 Хватает, опять же, за глаза В темноте Снимать, конечно, на него практически очень сложно Но тоже возможно, если очень хочется Но на самом деле Это фотоаппарат для светлых дней Поэтому для каких-то там поездок Хватает за глаза Что очень важно Дисплей у нас получается обычный Зеркальная камера И в этой ситуации С таким дисплеем Можно очень долго наблюдать картины Можно очень долго выжидать Ожидать, когда кадр скомпонуется И у тебя ничего не разряжается То есть практически Вечно можно ждать Компоновать, смотреть кадр И это просто невероятно После того, как я поснимал на системные камеры Это... Ну, это классно То есть у тебя не тикает постоянно в голове А что у тебя садится батарея Из-за того, что ты рассматриваешь Видоискатель мер И ждешь, когда там, допустим Какой-то... Какой-то корабль станет в ту позицию Которая тебе бы хотелось Или там люди как-то передвинутся В общем, все замечательно В этом плане просто класс Что еще? По эргономике все отлично По батарейке я уже говорил Это опять же все отлично Какие минусы? Ну, минус единственный Это съемка в темноте То есть если ты хочешь снимать ночью Если ты хочешь снимать какие-то ночные... Ночной стрит Ночные пейзажи То ISO тебе здесь просто вот в этом не хватит Хотя, в принципе, можно взять какой-нибудь Из новых Nikon'ов зеркалок И там ISO хватит Но минус зеркалок в том, что ты видишь Чуть-чуть темнее, чем в реальности А системная камера тебе вытаскивает изображение Делает его более светлым Таким образом получается, что системная камера уже видит лучше, чем глаз человека И, естественно, ты можешь получить более интересные картинки А здесь, опять же, ты видишь ровно так же, как видит глаз человека И, естественно, для этого не требуются какие-то дополнительные энергетические затраты Опять же, по концепции Стоит ли брать на отдых дорогую камеру Ну, после того, как ты в прошлом видео видел Как у меня системная камера улетела со стыла и разбилась Причем разбилась практически полностью И объектив, и камера То, я думаю, что не стоит Поэтому вот и выбираем Недорогой объектив Недорогая камера А какие получатся фотографии Сейчас увидим Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok